Вы слушаете канал жаж.клаб, пластыри и роботизированные таблетки однажды могут заменить инъекции. Не любите когда вам делают уколы. Если да, то вы не одиноки, потому исследователи разрабатывают новые, безболезненные способы доставки лекарств. Один из них – роботизированная таблетка, которая разрабатывается в лаборатории Массачусетского технологического института в Кембридже. Она содержит крошечную подпружиненную микроиглу длиной всего около 3 мм. После проглатывания таблетка вводит лекарство непосредственно через стенку желудка. По словам Джованни Траверса, биомедицинский инженер, специализирующийся на пищеварительной системе, в отличие от укола обычной иглой. Этот укол не причинит боль, потому как в желудке отсутствуют рецепторы острой боли. При этом они могут передавать некоторые ощущения. Например, дискомфорт от вздутия живота или глубокую боль при язве. Но эти ощущения, больше связаны с рецепторами растяжения, объясняет Траверса. Создать таблетку, которая могла бы гарантированно проколоть стенку желудка, было довольно сложно. После проглатывания маленькое, но тяжелое устройство оседает на дно желудка. При этом, чтобы проколоть стенку желудка под ней, таблетка должна попасть инъекционной стороной вниз. Чтобы это произошло, команда Массачусетского технологического института позаимствовала идею леопардовой черепахи, которой встать на ноги, если ее перевернуло вверх ногами, помогает крутовыпуклый панцирь, форма которого обеспечивает переворот правильной стороной вверх. Таким образом, по замыслу ученых, та же самая форма гарантирует, что новая таблетка всегда приземлится в нужном положении. Смотрите, говорит Роберт Лангер, инженер-химик из команды Массачусетского технологического института, бросая на стол роботизированную таблетку размером с зерно нута, как бы я ее не уронил, она всегда падает одинаково. Но что заставляет крошечную иглу таблетки высовываться, чтобы выполнять свою работу? По словам Лангера, работа таблетки обеспечивается за счет применения «сахарного стекла». Твердый и хрупкий, этот материал сдерживает пружину, прикрепленную к игле. В желудке сахар начинает растворяться, и освобождает пружину, которая втыкает иглу в стенку желудка, чтобы ввести лекарство. При этом процесс можно контролировать, регулируя толщину сахара. В новых экспериментах эти роботизированные таблетки уже успешно доставляли инсулин подопытным свиньям, что может быть особенно актуальным, ведь многие люди с диабетом вынуждены делать себе инъекции каждый день, потому как обычно инсулин нельзя принять в виде таблетки, из-за того, что он расщепляется в желудке. При этом новая роботизированная таблетка решает эту проблему, вводя инсулин прямо в стенку желудка. Это совершенно новый способ доставки лекарства, отмечает Бруно Сармента. Он, как исследователь в области наномедицины, заинтересован в таких проектах. «Теперь мы знаем, что роботизированная система может достигать желудка и делать инъекции», — говорит он. При этом Бруно опасается, что новая таблетка может оказаться слишком дорогой для широкого применения. В то же время Лангер уверен в доступности нового способа доставки лекарств. Ведь, когда вы начинаете производить их миллиарды, стоимость сильно падает. Более того, обычные таблетки часто расходуют препарат в пустую, ведь он должен пройти через слизистую оболочку желудка, что без помощи иглы может быть очень сложно. При этом потраченное в пустую лекарство может оказаться дороже, чем предлагаемое устройство. Одним из примеров является лекарство, используемое для лечения диабета, оно называется семаглутид. По словам Лангера, когда люди принимают это лекарство в виде таблеток, теряется более 90% препарата. При этом новая роботизированная таблетка гарантирует, что лекарство пройдет через стенку желудка и попадет в кровоток, что в итоге может сэкономить средства. После успешных испытаний на животных новая роботизированная таблетка готова к следующему этапу – испытаниям на людях. Для этого датская фармацевтическая компания NovaNordisk, работающая с командой Массачусетского технологического института, уже начала набор добровольцев. Новый пластырь для доставки лекарства В то же время французские исследователи разрабатывают другую технологию, которая позволит полностью исключить применение игл для инъекций. По их задумке новый пластырь, наложенный на полость рта, будет доставлять лекарства через внутреннюю поверхность щеки, безыгольные инъекции – это своего рода святой Грааль, говорит Каролина Дзюмидович. Она не участвовала в создании нового пластыря, но ее работа в Университетском колледже Лондона посвящена. Продолжение истории читайте на сайте jah.club